Проблемы русских и славянских народов Если сопоставить с той же Англией или Францией, русских в России больше, чем французов во Франции или англичан в Англии Подвели итоги прошедших 20 лет и оказалось, что страна потеряла 15 миллионов человек Из них 14,5 миллионов русских Русские области вымирают в 2-3 раза быстрее, чем многие остальные Если бы сохранили Единый Союз, то у нас было бы 310 миллионов Страна была бы конкурентоспособна И она бы не мучилась так в тисках кризиса и в том тупике, куда ее беспощадно загнали Сегодня в ходе кризиса наша страна из 20-ки ведущих стран оказалась последней В Брике тоже последней И среднефтедобывающих стран тоже последней Горядет, а уже началась вторая волна кризиса И мы к ней практически оказались не готовы Ни в финансо-экономическом, ни в управленческом плане Так что впереди не менее сложные и еще более ответственные времена И очень важно найти здесь правильные решения С другой стороны, мы должны сознавать, что русские под свои знамена Собрали почти 180 народов и народностей Все мировые религии и языки Не порушив ни одной культуры, ни одной веры, ни одной традиции А во времена советской власти самый малочисленный народ получил письменность на своем родном языке Сегодня ситуация принципиально иная Она связана с тем, что много говорим о единстве Но сегодня в единстве держать страну крайне сложно Никакой бандитский спекулятивный рынок не может держать страну в единстве Раньше был единый народно-хозяйственный комплекс, его нет За эти 20 лет потеряли 72 тысячи лучших предприятий производств Исчезли целые отрасли Станкостроение, машиностроение, сельхозмашиностроение, электроника, приборостроение И даже наши ракеты и космические системы Сегодня заправляются чужими изделиями В результате с декабря месяца мы потеряли 5 ракетных систем Которые никуда не улетели или взорвались Потери составили в деньгах почти 30 миллиардов рублей Из 90, которые выделены Если бы эти деньги вложили в электронику приборостроения То бы мы имели надежные ракеты, свои рабочие места и серьезные производства Раньше были единые железные дороги, их сейчас растаскивают и делят То же самое было со связью и военно-промышленным комплексом И то, и другое, и третье выброшено на распродажу Раньше была большая государственная собственность Сегодня у нас в собственности в три раза меньше, чем в любой европейской стране Осталось около 10% В Европе нет ни одной страны, где бы эта собственность была меньше 33% В ведущих странах примерно от 35% до 40%-45% То есть и это не объединяет Короче говоря, осталось то, что нас держит в своей единстве Это прежде всего русский дух, русская культура, русское слово А все остальное, к сожалению, продолжает работать на разрыв и на растаскивание С другой стороны, для того, чтобы осмысливать и обсуждать эту проблему Мы должны понимать, что русские сегодня оказались Самым униженным и расколотым, самым крупным разъединенным народом в мире Только 25 миллионов остались за суверенными границами Которые протащили от Пскова через Смоленск до Краснодара По территориях, где границ никогда не было в нашей истории С другой стороны, примерно столько же оказались за кордоном В силу ряда других обстоятельств И мы впервые за многие века снова порость с украинцами и белорусами Хотя великороссы, малороссы и белороссы имеют одну общую историю Одну веру, одни победы, одни проблемы и трудности Но тем не менее, нас пытаются всячески растащить А вот и не дают сложить свои потенциалы Одновременно мы должны понимать, что мы расколоны и экономически 10% самых бедных имеют в 20 раз меньше дохода, чем 10% самых богатых А в Москве эта разница превышает 40 раз, чего нет в самых отсталых африканских странах Мы расколоты и идеологически пытаются нам навязать взгляд на историю Которой не было Одни раньше утверждали, что до 17-го не было истории Вторые теперь утверждают, что и после 17-го не было Тогда как мы за тысячу лет сумели отбиться в боях и походах Хотя против нас 700 лет шли с запада и с востока И мы удержали, укрепили свою веру, традиции, обычаи Поэтому и в этом отношении мы сегодня испытываем большое давление И в культурном плане, если посмотрите ведущие телеканалы Вы очень давно не видели, не слышали уникальное слово Валентина Распутина Одного из самых гениальных современных русских писателей Вы давно не видели и наших талантливых пиццов, музыкантов, композиторов Продолжают душить и вытеснять с экрана А на Первом канале осталась одна игра и гармонь из русских программ И ту ее чуть не вытолкали, пришлось идти чуть ли не к верхнему, самому главному лицу Чтобы оставили на Первом канале такого рода программу Попытаются расколоть и по вере, по традициям Попытка развязать большую бойню в Чечне и столкнуть по вере нас Она провалилась в принципе, хотя такие потуги продолжаются Где выход? Мы лично видим выход в соединение русской идеи, русской национальной идеи и социальной справедливости Без чего не может жить наш народ Когда предлагали изобретать русскую идею и национальную идею, я сказал, не надо ее изобретать Они рождаются в мухах и борениях, в трудах и походах Они рождаются в веках, они политы кровью и потом наших целых поколений И мы ее давно выстрадали Наша страна и наша идея опирается на четыре опоры Это сильное государство Когда Киевская Русь блистала золотом своих куполов То Париж был небольшой деревушкой, Берлина не было на карте Америки вообще не существовало как государство и так далее Когда у нас Новгородская Республика три года избирала даже военачальников Были депутаты или делегаты с каждого конца, то есть с каждой улицы Мне не снилось такой уровень демократии И когда советская страна всем дала классное образование Прорвалась в космос и одержала великую победу То такого героизма и мужества ни одна страна не испытала в своей истории И на любом суде истории нам поставят большой памятник Только за эти великие подвиги Поэтому соединяя все это вместе Сильное государство, высокую духовность Прекрасное знание своих традиций, языка И одновременно чувство локтя, соборности и коллективизма Можно иметь соответствующий результат Как только одна из этих четырех опор начинает разрушаться Здание косится Вот сегодня разрушают все четыре Сильное государство Чувство коллективизма подменяет индивидуализмом Высокой духовности Редкой прожорливости Хотя полстраны живет уже в грани нищеты На этом пути нет выхода Мы представляем, что сегодня, осознавая эту ситуацию Должны вселить прежде всего веру и уверенность В истории нашей страны было много разных эпох и времен Но мы сегодня имеем еще потенциал, который позволяет нам сплотиться и объединиться Наши отцы и деды отвоевали огромный кусок территории Освоили в самых невероятных условиях Если взять от Балтики до Тихого океана природные ресурсы То у нас пока из разведанных даже ресурсов приходится на человека по 160 тысяч долларов Это оценка Всемирного банка В Европе 6 тысяч долларов А в Америке 16 Если бы эти ресурсы служили каждому человеку Они были захапаны 15 кланами упырей так называемых олигархов Ситуация была финансо-экономическая совсем другая Но тем не менее продолжают наставить, что этот порядок должен существовать Хотя его нет ни на одном континенте, ни в одной стране У нас еще значительный потенциал экономический и научный Правда 1 250 000 наиболее подготовленных крупных ученых-специалистов первого уровня Уехали работают в чужих лабораториях Если вы приедете в Север, где делают Боинги, там не надо знать английский Там каждый третий хорошо говорит по-русски Они учились в МЭИ, Куйбашском авиационном стиле, Харьковском И они спокойно вам расскажут, как они делают новые самолеты Но не для себя, а для чужой страны Хотя еще недавно 15 рационных самолетов в Союзе Производили полторы тысячи летательных аппаратов в год Полторы тысячи производили А за прошлый год заводы, 10 заводов под руководством Путина Произвели 8 гражданских самолетов для своей авиации И с 1 января 8 рухнули, но с пассажирами Если взять вертолеты еще и истребители, то будет в два раза больше Хотя можем все делать, оказывается, не хотят заказывать для себя в принципе Если вы приедете, посмотрите этот коллайдер, который только что построили, весь мир хвастает Ровно треть коллайдера собрано учеными из Новосибирского института ядерной физики Блестящие ребята, великолепно знающие, умеющие работать Себе оказались не нужны, трудятся в чужих лабораториях Если приедете на фирмы Японии или Южной Кореи, вы увидите наших композиторов, музыкантов Почти 200 человек композиторов высокого уровня обучают детей в Южной Корее И по всему миру почти все главные тренеры, кто тренирует детей играть, вернее в фигурном катании выступать В принципе, воспитанники советской школы И китайцы стали чемпионами в Олимпиаде только потому, что забрали все методики подготовки Наших спортсменов, перенесли на свою почву и сумели одолеть в спортивных состязаниях самые сильные державы мира То есть у нас с вами есть база, но не хватает главного элемента Первое, политической воли Второе, организованность национально мыслящего правительства Способного выражать интересы своего народа, своей страны И руководствуется дружбой народа и справедливостью повседневной политики У нас есть еще 5-7 лет Американцы увязли в трех войнах Свою экономику лихорадят беспощадно Расползается средний класс Каждый шестой обнищал Хотя порог нищеты у них в два раза выше, ниже, чем у нас Но тем не менее Европа не может залатать никак финансовые дыры в Греции Впереди Португалии Ситуация непростая Третий месяц идет спад экономики Экономика Китая и Индии Ориентирована на внешний рынок Внешний рынок не может этого потребить Резко падают цены на медь Это главный продукт, который идет добавками почти во все Что означает, что вторая волна кризиса не просто уже началась А в ближайшее время будет лихорадить Почти на 30% упала цена на медь А значит завтра все это прокатится во всей цепочке Уже баррель нефти закупают не по 100 долларов А ноябрьские закупки идут по 79 долларов А расчет бюджета, который притащили в Думу только что Исходит из 100 долларов Это означает бюджет кризиса, застоя или нереальный бюджет На этом фоне мы подготовили реальную программу Оздоровления экономики, социальной сферы, культуры И прежде всего все, что связано с возрождением русского духа Русского слова, русских традиций Без этого невозможно выбраться из крайне тяжелого положения Поэтому мы вместе с вами должны обсудить сегодня эти проблемы И двигаться дальше Но не падать духом Смотреть поувереннее вперед И я надеюсь, что наша тысячелетняя культура Наша вера, наши традиции Наше уважение к каждому народу, который проживает на огромных просторах Позволят нам сплотиться и решить эти насущные проблемы Редактор субтитров А.Семкин